Разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промахиваем. Только маканием берем жидкость. Для разжижения взяла жидкость, взяла белильца, взяла оранжевильца, желтый-розовый. Ты видишь, я деликатно подошел к ним, да? Ну и самую гущую. Да? Да. Полностью избавиться от белого. Количество краски будет примерно вот такое. Полностью-полностью избавиться от белого. Вот короткий штришочек вот такой. И вот такую дымочку, вот эту оранжеватость, избавить от белого весь холст. Когда ты от него избавишься, ты возьмешь тряпку, сделаешь из нее рабочий инструмент под названием фигушка. И будешь брать коричневый-розовый, например. Желтый. В разных пропорциях. И ты уже видишь знакомые пятна, да? Узнаваемые. И будешь прямо в эту среду вот такими действиями загонять рисунок. Хорошо? Но в это. Не в это. Все, давай, избавиться от белого. Рыжистями. Краски примерно столько, ни много, ни мало. Так, хорошо. Значит, смотри, как бы я поступил, разбирая, разбор пятен бы совершил бы, как. То есть для меня все вот это пятно в центре, темное. Вместе с ее головой. Вместе с этим наголовничком. Вместе с этим пятном. Ты согласна? Да. Оно принципиально темное, да? Угу. Вот работа от пятна моментально решает задачи. Мы все как бы сбиваемся на рисуночек, тоненькой графикой. А на самом деле от пятна работает. Это один из методов работы в живописи. Очень удобно. Надо приловчиться к нему. Здесь принципиально светлое пятно. Но из-под него мигает теплота. Вкусно? Угу. Смотри, как. Уже красиво. Угу. Теперь берем тональность лица, которая розовит. Грязно розовит. Набираем. Оно, да? Угу. Ручечка. Набираем. Теперь берем мастихин. И делаем первые звуки графического рисунка. Первые звуки. просто обозначаем их для себя. Это прикольно. Линейные какие-то проявления выгоняем. Угу. 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 Теперь можно, например, было бы сосредоточиться над головочкой, чтобы она, чтобы она уже захватила власть в картине. Мера красочки небольшая, та, которая моделируется. То есть, когда ее много, она уже трудно моделируется. Сейчас у нас идеальное количество красочки, и мы для этого позаботились, чтобы оно было идеальным. Потому что тряпка не захотела бы давать много красных, расштриховывая. Хорошо. Вот. Ага. Черноты, например. Вот эти три темных цвета, коричневый, голубой, розовый. И у нас появятся первые черноты и чернявый каркас рисунка. Чернявый каркас. Прикольно? Угу. Поняла, в какую сторону двигается? Попробовала. Ха-ха. Ну, это же здорово! Угу. Давайте еще одно. Если хочется орнаментов, то их можно чуть-чуть дать. Например, вот таким способом. Раздавлено вот таким способом. Чуть-чуть орнаментов. Чуть-чуть орнаментов уже с веществом. Ладно? Да. Раздавлено. Увлеклась. Разруху создала. Тональную разруху. Довольно цельное пятно. вот это. Вернуть ему эту довольную цельность. так. Угу. Если ты помнишь, я здесь пальцами залез. Вот эти глухие пятна не надо делать мастихином. То есть здесь муть чередуется с жесткостью рисунка. Муть с жесткостью. Повозвращать мутные пятна. Тонально оно все-таки довольно цельное темное пятно. Слишком. Вот слышишь, я его уже задал темным. И все равно ты его высветила. То есть тонально цельное темное пятно. Тонально цельное светлое пятно. Нету там такой агрессивности. Нету. Хотя сами мазочки красивые положила. Но смотри, не сбивайся с толку. Светлое, светлое, цельное темное пятно. Берегись от этих фонарей. Ладно. Видел, что я сейчас делаю? Растопыркой делаю. Прикольно? Да. Такая продресь появляется эффектная. То есть мутное не съедай почему зря. Фонари не увлекайся ими. Лучше потом додашь яркости. Ладно? Держаться мути и ценности. Нет там такой светлости. Если будет что-то собственное красивое складываться, наблюдай это красивое и береги, если что. Хорошо? Потому что в этом произволе может произойти что-то красивое не хуже, чем у него. Пусть у нас тоже будет красиво. Смотри, что я взял розовый с зеленым. Получился серебристый такой стальной цвет. Есть у нее такое, да? Угу. Давай так. Вот опять красиво. Светлые мазочки обычно любят плотность краски. Светлые мазочки, светлые места любят некоторую плотность краски. Теневые, наоборот, любят прогресс краски. Светлые любят густоту мазочки. Продресь. 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 Если теневая уже съедена, вернее, если там уже не весь что творится, ее невозможно сделать темной. Ты сбриваешь коричневый-голубой плюс розовый и расштриховыванием добиваешься темноты. Глухой вот этой вот темноты. Глухой. То есть, если вначале пальцем это все было легко сделать, но поскольку там уже побывала рука неопытного, то придется сбривать и навязывать штрихом. То есть, теневые недолюбливают густую краску. Вот теневым можно быть такими, световым уже нужна легкая густота. Так, черты лица. Не услышала мою идею розового с бирюзовым. Опять стало делать лицо светлым без меры. Ты уже один раз сегодня его сделала светлым без меры. А оно смуглее, чем фоновая история. Смуглее? Да. Плотность нужна для того, чтобы она материализовалась немножко. Плотность вещества. Плотность, да? Вот это не плотное, вот это не плотное теневое, да? А это с плотностью вещества. Тонально гуляешь пока. То есть, тонально это степень темности. Постарайся тонально стать более правдоподобной. Смуглое лицо. Смуглое. По отношению к фону. Есть там такое? Да. И плотность, да? Плотность вещества. Смотри, она сразу материализована. Причем по краю она еще смуглее, да? Вместо тоненького рисунка, который ты насадила, смотри, даю пятновый рисунок. Мощное, тоновое пятно, как оно там есть. Ты видела, что я сделал сейчас? Я не пошел на палитру, взял красочку по соседству. Угу. Нужное. Угу. Нужное. Она работает сочетанием с самого-самой. Что-что? Она самосогранцевая сочетанием. Угу. Смотри, вместо тоненькой полосочки, которую ты насаждала, смотри, я даю достаточно вразумительные пятна. А потом их моделирую, моделирую, выстраиваю и поддерживаю светлость панового пятна. Вот, всё. Простачиваю. Спасибо. Не везде одинаковая светлость. Да? Угу. И это тоже красиво. Смотрите продолжение в следующей серии. Поняла, юмор? С рукой похожим образом. Давай. Не разрушай тональный рисунок. Сюда наконец-то придет. Сюда свет привести еще. Помнишь, как тряпочками набрали? Практически все время рассказываю о том, что свет любит густоту. На руке чуть-чуть свет, да? Плотность. Помнишь, я плотность эту навязывал? И штрих по форме. И там есть штрих по форме. Есть? Посмотри. Спасибо. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. Практически та же манера исполнения, что и в лице. Единственное, с соблюдением члененности. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. отражается отражается можно так сказать подсвечивает боюсь что будет надо заставлять это как в этом анекдоте два приятеля старых встретились и один говорит ну как у тебя как у тебя прекрасно устроился у меня машина, дача прекрасный бизнес дом а ты как а ты как а я три дня ничего не ел нельзя так надо себя заставлять заставлять надо себя на жестикуляцию это же твои хорошие звуки может они не совпадают по тональности чуть-чуть но звуки то хорошие штрих вот когда ты вот эти вот вещи начнешь осваивать штрих так они же сами по себе очень удобны для исполнения не потому мы штрихуем что что это какой-то высший пилотаж исполнения а потому что так легко исполнять но в масляной живописи речь идет о количестве краски которую мы используем потому что если мы перебарщиваем то мы уже не можем ни поштриховать ни то ни сё поэтому если мы меру вещества соблюдаем соблюдать мы ее учимся вот в таких случаях когда мы уже начинаем читать что светлый мазок мы знаем это густота когда мы начинаем такие вещи уже читать если мазок заслоняет другой то вероятно с густотой да? вот и когда мы такой небольшой опытиц приобретаем мы перестаем бояться штрихов и прочее смотрите смотри прежде чем положить туда вещество я же понимаю что сейчас если я кину туда Она начнет перемешиваться. Я подготавливаю обстановку. Теперь с чистой совестью кладу. У тебя в масло первое общение серьезное? Ну, почти что. То есть нужно иметь, приобрести немножко опыт в правильном использовании масла. Потому что есть неправильное использование масла, и тогда этот опыт скорее мешает работе. Что значит правильно? Смотри, мы сейчас соблюдаем грамоту светлых и темных, тональную грамоту. Мы начинаем знакомиться с густотой и негустотой в разных местах. С характером штриха, с характером укладок. То есть это культурное общение с маслом. То есть не абы какой попытка просто срисовать пятна, а культурное. Естественно, чем больше у нас этого культурного опыта, мы этот опыт все время будем тиражировать. Потому что способов изображения в масле очень немного. Особенно если мы выберем определенный язык живописи. Ну, как здесь. Мелкий мазок, все испечрено мелким мазком. На соседней картине. Вот, например, ты же никогда мастихином не штриховала, правда? Нет. Ну, смотри, какой красавец. Это был штрих. Штрих мастихином. Был штрих пальцем. Теперь штрих мастихином. И так, чем больше у нас этих приемов, тем лучше мы себя чувствуем. А они, что там, трудно выучить идею штриха. Раз сделать, два сделать, а на третьем уже он и сам согласится. Вот, например, бреющее состояние ты первый раз видишь, да? Первый раз ты видишь идею бреющего состояния укладки. Кирпичикообразное, почти без краски. Вот если такое ты уже видела, а теперь с малым количеством краски. Ты первый раз это видишь. И, соответственно, ты еще не знаешь, как им пользоваться. Как только пару раз сделал в одной картине, в другой, в третьем. У тебя появился целый прием. Бреющее состояние. Вытертое состояние. Помнишь было? Да. Он появился у тебя. Но понятно, что ты его все не запомнишь. Для того, чтобы запомнить эти все трюки-дрюки, нужно буквально эту же картину повторить еще раз. Чтобы они запомнились. Потому что можно прочитать всего Пушкина. Но пока ты не выучишь хотя бы одно стихотворение, ты не можешь к нему обратиться. Ты помнишь содержание? Ты помнишь, что было красиво? Но всерьез ты к нему обратиться не можешь. А как только ты... Вот, ты видела сейчас, просто выглядит. А как только ты выучила, то минимум этим стихотворением ты можешь посмаковать, полюбоваться и вспомнить, кто же такой этот Пушкин. Понимаешь? В этом смысле. Поэтому стоит делать повторы для выучивания технических причуд. И так, и сяк, у меня в запасе очень много приемов. И я чуть что? Приемчик. Красиво, само по себе пятно красиво. Я не собираюсь повторять полностью все, что там. Но это же красиво. Красиво. Общую идею я пытаюсь повторить. И даже может быть прикольно, если не будет точного повтора. Будет импровизация. Выучить. Тем более, что такие задачи достаточно приятно писать. У него же есть еще картины этого художника. Поискать. Выбрать. Можно скопировать другую картину. С такими же мотивами. Правда? Да. И все. И у тебя будет рост, рост, рост. Потому что сама ты не изобретешь их. Их нужно подсмотреть. Их нужно распробовать. Желательно с опытным. Вот. И тогда... Чем больше этих трюков. Ну, а общая культура... Культура в цвете. Культура видеть. Рисунок. Конечно, ее надо осваивать. Но есть вещи, которые проскакивают красиво. Весь принцип вот этого нарисовывания состоит в том, что мутности чередуются с жесткостями. Распорчатые средства. Да. И все. Весь трюк. А технических норм много. А культура живописи здесь только держится на этом. Попадешь ты в цвет, не попадешь. Не важно. Будет красиво, если ты будешь соблюдать идею мутное, жесткое. Ну, и тонально. Да, вот ты увидела, что я тонально несколько раз картину загонял. Возвращал. В правильное состояние. Давай так.